За год в Приднестровье выявляют более тысячи случаев онкопатологии. Растет и число спасенных жизней. Во многом благодаря онкологической госпрограмме. Она позволяет диагностировать пациентов на ранней стадии и лечить без промедления. Тирасполь, республиканская клиническая больница. Хирург Геннадий Карадимитров оперирует злокачественную опухоль гортани. У его пациента Виктора рак в тяжелой стадии. Операция радикальная. Даже для такого опытного хирурга это вызов и серьезный риск. Риск не только по совокупности тяжести и объема операции, но и риск с его соматическим статусом. Это артериальная гипертензия, это хронически-абструктивный бронхит, в совокупности которые накладывали целый ряд отпечатков риска осложнений в послеоперационном периоде. Но врачи понимают, для пациента операция единственный шанс выжить. На консилиуме изучили снимки, анализы, подготовили тактику лечения, решили оперировать. Пациент дал согласие. Рядом жена. Все самые важные решения в жизни они принимают вместе. Оперировали шесть часов его. Результат налицо. Он кушает сам. Единственное, что разговаривать не может. Но с этим мы миримся, уже все понимаем, все хорошо. Геннадий Николаевич и вся его бригада врачей. Да, он с юмора. Но он родной человек. Мне сложно говорить. Да, это все в душе. Замечательный человек. Замечательный, просто замечательный. Пациентов с диагнозом рак гортани по республике в среднем выявляют около 50 в год. Для онкобольных в стране работает госпрограмма. Диагностика на ранних стадиях, лечение и реабилитация бесплатно. Программа по совершенствованию онкологической помощи на территории нашей республики реализуется не первый год. Но в этом году выделено финансирование в достаточно большом объеме на реализацию этих мероприятий. Учитывая важность этого заболевания в целом для нашего населения, мы можем себе позволить закупать достаточно дорогостоящие лекарственные препараты для лечения больных. С онкологией это та химиотерапия, которая им необходима. Это современные лекарственные препараты, которыми лечит Российская Федерация и рекомендуется Всемирной Организации Здравоохранения. Виктор Петержак проходит профилактические курсы химиотерапии. Обследования показывают, раковых клеток в организме нет. Поверить в это сложно даже врачам. Мы получаем достоверные показатели улучшения не только качества жизни, но и длительности жизни у него. Он кругу семьи, активно работает. Мотивация к жизни у него, его родных большая. И нужно отметить, что это сыграло не меньшую роль в том смысле, что он на сегодняшний день получает успешное лечение. Пациент узнал о болезни в 2021. После операции прошел почти год. Виктор вернулся к прежней жизни. Все делает по дому, много гуляют с женой и готовятся к золотой свадьбе.